так друзья всем привет всем здравствуйте у нас сегодня тема прямого эфира это от слойки и сколы так все вижу что присоединяйтесь почему-то прямой эфир немножечко сразу подзависал напишите сразу как у нас качество изображения качество картинки качество звука все ли хорошо видно слышно ничего ли не зависает дайте мне пожалуйста обратную связь и буду благодарна если кто-нибудь из вас напишет напишет тему нашего прямого эфира от слойки сколы вы как всегда шикарно спасибо это просто самоизоляция это просто новые блоги самоизоляция и такой утренний марафет все отлично не зависает здорово давайте подождем буквально пять минуточек и будем с вами начинать пока у меня есть время ответить на ваши вопросы пока все к нам еще не присоединились отслойки скол все пассивочки вижу прикрепить комментарий так здорово сразу проведу небольшую аналитику всех присутствующих напишите пожалуйста на какой области у вас чаще всего встречаются сколы и отслойки это может быть свободный край это могут быть у нас боковые стенки центральная зона либо зона возле кутикулы может может отслойка если на обычной базе каучуковой или на каучуковой стронкой спасибо не совсем понимаю ваш вопрос отслойка может быть на любой базе торцы кутикулы на торцах шить шить ящика почитаем боковые свободный край он такой кутикулы свободный так статистика показывает что чаще всего у вас происходят отслойки именно по свободному краю у одной клиентки около кутикулы у других все отлично отслойка кутикулы при покрытии гелем свободный край свободный край боковушки но как мы можем с вами наблюдать все вместе все-таки действительно проблема больше по свободному краю и сейчас мы с вами детально разберем в чем может быть причина подскажите пожалуйста база лусо стронг жесткая или средне жесткая или вовсе мягко девочки я к сожалению не робот и не помню все характеристики наизусть углы на квадрате свободный край обезжириваю точно хорошо потом сменила базу и стало все лучше бывает посередине торцы кутикулы но честно говоря после того как получилось вас на вебинаре отслойок нет ни у кого нигде спасибо вам большое ну все прям видите вы меня улыбнули спасибо большое за вашу обратную связь у одной части в середине вот сейчас мы как раз таки с этим и разберемся так я вижу к нам уже присоединилась большое количество людей давайте с вами разбираться итак прежде всего когда к вам приходят друзья клиент смотрите вам комментарии сильно сейчас мешают потому что потом я все равно вот это добавлю в телеграм-канал и вы сможете это все собственно говоря себе сохранить я хочу просто комментарии не отключать чтобы немножечко с вами беседовать в процессе прямого эфира или отключить нет не мешают так голосуем давайте без комментариев ладно давайте отключу не хотите чтобы у нас с вами был делал как хотите так когда к вам пришел клиент ваша задача дорогие друзья абсолютно всегда не просто взять фрезу и снять эту отслойку конечно же проанализировать причину ее появления для того чтобы понять свой алгоритм работы и безусловно исключить факторы которые собственно говоря привели нас к такой вот отслойки анализ мы производим следующим образом вначале мы анализируем через какое время к нам вернулся клиент если вашего клиента произошла слойка через полгода то я надеюсь что здесь собраны собрались все здравомыслящие люди которые прекрасно понимают что мы на ногтевую пластину ставим базовое покрытие они бетон и безусловно любой материал абсолютно любой через длительное время носибельности нашего материала может дать отслойки абсолютно в любой зоне самое адекватное время носибельности материала составляет 2-4 недели все что у нас нам приносит клиентам через пять через шесть недель в любом случае могут появиться отслойки и она на ваше качество работы абсолютно никак не влияет почему потому что у каждого клиента свой рост ногтевопластины у кого-то она отрастает быстрее у кого-то медленнее и соответственно при носибельности нашего искусственного материала смещается наша архитектура которую мы с вами грамотно выстраивали при выравнивании ногтевой пластины поэтому когда у нас получается перегруз по свободному краю то есть наибольшее количество материала на становится на стрессовой зоне и на кончике то безусловно наш материал может деформироваться и вследствие это приведет у нас к отслойкам далее мы анализируем какие пальцы у нас идут со слойками это может быть большой большой палец зачастую имеет отслойки по причине плохой просушки материала здесь играет огромное количество разных факторов к примеру ваш клиент держал криво пальчик в лампе соответственно немножечко завалил на один бок и с одной стороны конечно же наш материал хуже просохнет либо ваша лампа неудобная друзья мои я вот недавно была в магазине ногтевом и обратил внимание на разнообразие разных ламп которая сейчас появилась на рынке я могу сказать мне кажется сейчас производитель вообще не запариваются над функциональностью они запариваются исключительно над какой-то вот красотой картинкой и огромное количество сейчас ламп который имеет достаточно большое дно то есть дно намного ближе расположены клиенту нежели сами диоды поэтому как бы клиент не положил в лампу он просто-напросто не достает пальчиком до диодов соответственно это конечно же влияет у нас на просушку материала поэтому обязательно смотрим свои лампы в магазине прям прикладываем своим пальчиком и смотрим где расположены диоды для больших пальцев либо ваша лампа умерла как правило мастера особенно начинашки очень сильно экономят на своем оборудовании и конечно же покупают лампы абсолютно в разных местах будь это алиэкспресс либо ногтевой магазин могу вам сказать одно что если у вас лампа светит это не означает что она хорошо просушивает также при выборе лампу очень важно обратить свое внимание на характеристики длина нанометров это непосредственно то в чем измеряется длина луча должна быть ориентировочно 350 400 нанометров это действительно хорошее излучение а также количество ватт ваты я рекомендую приобретать лампу от 48 почему потому что сейчас огромное количество материалов на рынке которые имеют очень много пигмента в своем составе и конечно же вследствие мы все стремимся с вами купить себе максимально плотный гей-лак чтобы он лег идеально в один слой и так далее и тому подобное поэтому лампы мы должны покупать соответствующие а также камуфлирующие базы очень часто дают отслойки почему потому что а камуфлирующие базы я рекомендую всегда сушить дольше нежели это написано по инструкции то есть если инструкция вас прописана одна минута просушите их как минимум полторы-две минуты потому что за счет пигмента у вас сверху может появиться до корочка то есть за счет пленкообразователей база сверху заполимеризуется а вот снизу там где у нас идет непосредственно соединение с ногтевой пластиной у нас материал может не досохнуть и когда вы делаете снять искусственного покрытия вы можете наблюдать что ваша база как будто бы слегка влажная как будто бы слегка глянцевая здесь опять же как я всегда люблю говорить маникюр это цепочка и у нас есть вот звено 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 и звено и когда у вас материал недосушенный это приводит к отслойкам а также это приводит к химическому ожогу база не заполимеризованная она идет всегда более агрессивной нежели база которую заполимеризовали хорошо поэтому обращайте внимание именно непосредственно на время полимеризации и на свою лампу современные диоды я думаю что все читают мои посты и себе их обязательно сохраняют потому что я пишу достаточно полезные посты именно то что вы у меня спрашиваете чаще всего в директе то есть я анализирую то что интересно мастерам и я там указала следующий момент что если лампа светит это не значит что она греет потому что современные лампы имеют диоды которые практически не перегорают это конечно же полный бред что пишет производитель о том что лампа живет 50000 часов но друзья мои давайте будем с вами оптимистами да и я думаю что у всех соображалочка хорошо работает если бы лампа работала 50000 часов то мы бы ее передавали по наследству знаете там я завещаю свои правнучки лампу для полимеризации потому что 50 тысяч часов это огромное огромное количество времени и это порядка по моему считала 25 тысяч маникюров если брать расчет процедуры 22 часа но я не думаю что вы за время маникюра пользуетесь лампой два часа пользуетесь там максимум 50-час поэтому это 50 тысяч маникюров ну я думаю что всем все понятно так вот лампы китайские лампы китайские которые стоим стоимость у них до 8000 рублей я рекомендую менять каждые полгода от 3 до 6 месяцев согласитесь не просто так производитель дают гарантии на свои товары 3 4 5 и 6 месяцев до потому что они протестировали эти лампы на срок службы если бы лампа работала 50000 часов так почему не дать пожизненную гарантию с ней же должно быть все хорошо поэтому здесь все-таки включается здравый смысл мы понимаем что конечно проще купить китайскую лампу менять ее каждые три месяца лампа стоит бюджетная более-менее нормальная там две две с половиной тысячи рублей пожалуйста каждый месяц отложили по 700 рублей вот и получили себе через три месяца новую лампу ни в коем случае на таких моментах не экономим и не пытаемся из своей лампы выжать все что только возможно моя любимая лампа это не она 48 ватт и недавно относительно в прямом эфире я вам рассказывал о ней то что я когда она у меня сломалась я себе купила много разных дешевых ламп для того чтобы их протестировать и поняла одно что на сумму этих ламп я могла бы купить себе лампу неонейл и она бы сушила намного намного лучше средняя стоимость лампы неонейл на рынке составляет четырнадцать с половиной тысяч рублей если я не ошибаюсь поэтому кто хочет потратить деньги реально крутое качественное оборудование вот пожалуйста это самая лучшая лампа которую я пробовала в своей жизни сейчас мы разберем с вами самые популярные причины которые непосредственно у нас влияют на количество наших отслоек первое это не в топтали базу что значит в топтать базу а многие мастера прокрашивают когда первым тонким слоем перед тем как поставить каплю на ногтевую пластину они не стараются кистью из флакона прижать материал на ноготь а просто равномерно распределяют материал по ногтевой пластине друзья я для подложки всегда рекомендую использовать плоскую кисть например рубля в шестерка рубля в четверка пятерка до любая плоская жесткая кисть не мягкая жестко для чего она необходима для того чтобы вы могли сделать подложку по всем 10 пальчикам и отправить клиента в лампу на пульмеризацию и после того опять сделать тонкий промазывающий слой на этот слой поставить себе капельку я всеми базами работаю исключительно в таком исполнении потому что подложка из базы всегда у нас увеличивает адгезию с нашей нейтральной ноксевой пластины берите пользуйтесь и не благодарите я надеюсь что этот момент все же улучшит носибельность вашего искусственного материала с на любых ногтях далее в топтали базу разобрались нам нужна либо плоская кисточка жестким самое главное жестким ворсом не учли особенности особенности какие срок носки нашего искусственного покрытия наверняка у каждого из вас есть клиентки которые любители поносить ногти там два месяца полтора месяца потому что они к нам приходят и рассказывают байки песни о том что них просто напросто не было свободного времечка с такими клиентами конечно девочки если вы их начнете ругать поверьте ничего хорошего кроме смены мастера вам этого не принесет поэтому ваша задача придумать что вы можете сделать такими клиентами чтобы ногти у них носились хорошо хотя бы попросите своих клиентов опиливать свободный край для того чтобы а скажем так уничтожить очаг который собственно говоря влияет у нас на количество отслоек ведь как я сказала ранее у нас просто напросто перейдет а произойдет перегруз нашим искусственным материалом по свободному краю мы помимо отслоек можем еще получить с вами трещины в зоне стресса поэтому для тех клиентов которые носят ногти очень долго рекомендую все таки после маникюра выдавать им пилочку для того чтобы они себе там через две с половиной две с половиной три недели обязательно подпилили свободный край далее не учли нагрузку нагрузку наших клиентов у всех абсолютно разные я думаю наверняка у вас есть девчонки молоденькие как школьницы которые особо особо со своими ногтями ничего не делают то есть это не мамочки в декрете которые с тряпкой в руках до бегают 24 на 7 которые там при помощи больших пальцев отковыривают какие-то загрязнения со стен все что сделали дети дома и так далее также наверняка у вас есть клиенты администраторы то есть у всех ваших клиентов приходится абсолютно разная нагрузка на свободный край вы это должны обязательно учитывать для того чтобы грамотно подобрать себе базовое покрытие в работу многие происходят на форумах сейчас конечно я люблю посмотреть что пишут мастера вообще в принципе проанализировать их мнение могу сказать что все мастера большинство 80 процентов явно считает что есть универсальная база которая их спасет и как правило когда они советуют другим мастерам какое-то базовое покрытие эта база безумно кислотная и я перехожу на страницы этих мастеров я понимаю почему у них носится такие базы потому что во первых они кислотные во вторых б они делают достаточно большой объем если вы нанесете пластичную базу в большом объеме то в любом случае у вас произойдет укрепление ногтевой пластины но согласитесь плюшка и красивая архитектура это совершенно две разные вещи мы можем палец в бетон обмакнуть он тоже будет носиться хорошо но тем не менее визуально я думаю мало кому такое такая история понравится далее состояние ногтевой пластины тоже обязательно анализируем она бывает она бывает нас абсолютно разные есть крепкие ногти от природы думаю каждый из вас тоже сталкивался с такими ногтями то ногти которыми мы можем закрутить абсолютно любые гвозди все что угодно представьте себе смоделированного пластина она максимально крепкая такие ногти от природы тоже есть они достаточно плотные сами по себе я имею виду по толщине и в принципе на таких ногтях конечно же стоять будет абсолютно все очень хорошо также у нас есть ногти слабые от природы это ногти которые в принципе здоровы, а у этих ногтей присутствуют абсолютно все слои ногтевой пластины, то дарсальный, вентральный, промежуточный, да, и так далее. А также есть у нас ногти перепиленные, есть перепиленные слегка, есть перепиленные просто убитые в хлам ногти, когда клиент, особенно, друзья мои, я думаю, что вас такая участь ждет после карантина, потому что наверняка многие девчонки захотят себе дома сделать снятие с кустом покрытии, потому что у них очень много отросло. Я вам в понедельник расскажу о том, что будет бесплатный вебинар по восстановлению ногтевой пластины и, соответственно, разным системам, которые, собственно говоря, вам в этом помогут, помогут привести ногти клиента в божеский вид. Но в любом случае, когда вы подбираете себе базовое покрытие под состояние ногтевой пластины, вы должны обязательно проанализировать свободный край вашего клиента, насколько сильно он скручивается, вообще скручивается ли свободный край. Сухой он, влажный, либо у вашего клиента гипергидроз, насколько сильно он скручивается, а также, конечно же, учитывать мы должны обязательно форму свободного края, овал, миндаль, либо, например, квадрат. Опять же, насколько грамотно опилена эта форма. Если мы говорим с вами про квадрат, у квадрата, как правило, быстро летят углы. Соответственно, если у квадрата быстро летят углы, все включают логику, значит, мы должны с вами подобрать более жесткую базу для того, чтобы она выполняла функцию армирования и укрепления. Что касается овала и миндаля, то здесь, конечно же, подойдет любое базовое покрытие. Но, опять же, если мы говорим с вами о длине ногтевой пластины, то мы знаем, что на короткие ногти, на длинные ногти мы должны поставить с вами более жесткую базу для того, чтобы у нас не было усадки материала и, в принципе, не происходило никакой амплитуды по свободному краю, вследствие, опять же, не было никаких отслоек. Поэтому на длину рекомендую жесткую, на короткие ногти все зависит от состояния. Также необходимо проанализировать по скручиванию к себе пластины, требуется ли нам выпиливание изнутри или не требуется. То есть мы понимаем, что прежде чем взять себе какую-то базу в работу, их может быть в вашем арсенале две, либо жесткая, либо пластичная. Но эти две базы должны обязательно у вас присутствовать. И мы можем как работать одной базой, так работайте двумя базами. Мы можем эти базы миксовать между собой и наносить подложку абсолютно в разных техниках. Есть подложка на всю ногтевую пластину, есть подложка по центральной зоне, есть подложка исключительно по стрессовой зоне. То есть ваша задача – уметь варьировать этими двумя базами, уметь миксовать и уметь, конечно же, анализировать ногти вашего клиента. Далее, некачественный маникюр. Очень часто приходят девчонки, я очень рада, что они находят меня в интернете, подписываются на мой аккаунт и начинают задавать какие-то определенные вопросы в директе. Говорят, Ксюша, вот я делаю выравнивание, у меня вот все хорошо, но вот почему-то клиент приносит отслойки. Я делаю все правильно. Я перехожу на страницу, я понимаю, что у мастера есть явные проблемы с маникюром. Плохо зачищается аптеригий. У всех мастеров, ну, в 80% есть явные проблемы с зачисткой аптеригии по ногтевой пластине, потому что боятся, потому что им сказали, что ни в коем случае ногтевую пластину трогать нельзя. Фреза ни в коем случае не должна касаться ногтей. Но, друзья мои, на ногтевой пластине у нас лежит тонкая пленка аптеригии, которую ваша задача – обязательно, обязательно зачищать по ногтю, иначе у вас никогда не будет чистого, красивого, изящного покрытия. Это, знаете, вот без этого никак вы не сможете сделать вот это. И по-другому быть не может. В любом случае ваша задача – проработать аптеригии как по кожному покрову, так и по ногтевой пластине. Конечно же, аптеригия, которую вы оставляете по боковым стенкам в зоне возле кутикул, приводит в 99% случаев к непосредственно отслойкам. Даже суперкислотная база вас в этом не спасет. Следующее, что касается запечатывания торца. Ну, мне кажется, что это прям самая популярная история на разных форумах, особенно начинающих мастеров. Давайте с этим более детально разберемся. Могу сказать одно, что я не против запечатывания свободного края. Я просто не совсем вижу в этом смысл. Безусловно, есть одна ситуация, когда запечатывание свободного края должно быть у нас обязательно. То есть это просто увеличит немножечко срок носибельности вашего искусственного покрытия. Но в целом я этого не делаю. Я в конце, после выполнения маникюра, я беру пилку и опиливаю свободный край. Очень часто при запечатывании происходят отслойки. Почему? Потому что вот вы наносите, значит, базовое покрытие. Вы пытаетесь запечатать торец, и это происходит следующим образом. Ваша кисть заходит непосредственно под свободный край. И у вас это, конечно, друзья мои, да, утрированно нарисовано. Я надеюсь, что ни у кого такой плюшки не свисает. Но сам, моя логика, я думаю, вам сейчас понятно, что у вас базовая покрытия заходит под свободный край. И в любом случае, вот здесь на стыке внутри, в любом случае, ваш клиент это немножечко будет срывать. Когда он берет какие-то предметы. То есть механическим способом у нас происходит здесь отслойка. И, соответственно, вот этот материал у нас начинает привставать. И мы в итоге получаем с вами отслойку между натуральной ногтевой пластиной и искусственным материалом. Поэтому, когда вы запечатываете торцевую линию, ни в коем случае не запечатывайте ее с наплывом, чтобы минимализировать количество сколов и отслойок. Далее. Перепиленные ногти, сорванный гейлак. Это тоже достаточно популярная проблема, с которой сталкиваются многие мастера. И, как я сказала ранее, многих это ждет после карантина. Если вы со своей аудиторией не проведете должным образом какую-то беседу познавательную, запишите для своих клиентов видео сопровождение, как они могут справиться с отросшим гейлаком дома. Как они могут сделать себе дома маникюр. Знаете, можно взять, не знаю, там старую зубную щетку, потереть распаренную кутикулу для того, чтобы вычистить птеригию. Вы можете записать о том, как правильно подпилить свободный край, чтобы не перепилить точки в роста. И так далее и тому подобное. То есть, ваша задача здесь, как настоящего профессионала, поговорить со своей аудиторией и донести до них нужную, важную, полезную информацию. Не просто сказать, друзья, подпилийте ногти дома. Нет, ваша задача предотвратить перепиливание точек в роста. Рассказать, что сюда пилкой заходить нельзя. Для того, чтобы, когда к вам вернется клиент, вы не ужаснулись и не сидели с ним 3 часа. Если к вам пришел клиент с перепиливанием ногтями, то здесь, конечно же, мой совет – это убрать свободный край. Донести до клиента, что лучше всего убрать свободный край, чтобы увеличить срок насибельности нашего покрытия. Также, конечно же, я рекомендую систему IBX. Если, я просто помню, кто-то из девчонок моих писал комментарий под постом, что это система фигня, могу вам сказать, что это система абсолютно никакая фигня. Я рекомендую каждому из вас попробовать ее на перепиленную ногтевую пластину. Если, знаете, вот как говорят классики, говорят, что аппарат – это зло. Зло аппарат в том случае, если дать ему неумеющему мастеру, у которого руки крюки, которые не прошли должным образом никакое обучение. То же самое и с системой IBX. Если вы и затекли в боковые пазухи, то уж извините, у вас, конечно же, будут отслойки в данной области. Внутренние проблемы, которые также у нас влияют на носибельность – это гидроз, то есть гипергидроз, обильное патоотделение ногтевых пластин и наших ручек. Прием антибиотиков, безусловно, влияет на носибельность искусственного материала. Стресс и прием гормональных. Гормональные – это не просто какие-то гормональные таблеточки, а также, конечно же, влияют противозачаточные. Я думаю, что здесь все девочки знают, что это такое и на основе каких препаратов они, собственно говоря, сделаны. Поэтому все вот эти вот моменты также влияют на носибельность искусственного покрытия. Когда у вашего клиента гидроз, то вы можете наблюдать, что ваше искусственное покрытие слазит пленочкой. Это говорит о том, что вы сделали неправильную подготовку к искусственному покрытию. Далее. Многие из вас наверняка хоть раз допользовались кровоостанавливающими жидкостями, разными ремоверами. Это также у нас будет влиять на носибельность искусственного покрытия в зоне возле кутикулы. Поэтому, если вы воспользовались кровоостанавливающей жидкостью, которая, собственно говоря, у нас на масляной основе, на жирной основе, вы должны обязательно данную область хорошо обезжирить. Я всегда рекомендую мастерам после того, как, собственно говоря, сделали маникюр, взять апельсиновую палочку, на острие намотать салфеточку тонко-тонко. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, чтобы у вас не было дома проблем. Смотрите, мы на апельсиновую палочку вот таким вот образом одеваем, зажимаем, раз, раз. То есть ваш кончик должен быть максимально острый. Посмотрите, чтобы он хорошо у нас залез в максимальную складку. Потому что я неоднократно видела вот такие вот истории, когда девчонки просто-напросто брали и пытались замотать кончик и сделать его вот таким вот толстым. Но, друзья мои, все адекватно понимают, что этот кончик никогда не зайдет у нас и плохо обезжирит у нас максимальную складку. Поэтому воспользуйтесь обязательно апельсиновой палочкой. Далее, плохая подготовка. Плохая подготовка в чем заключается? В том, что плохо обезжирили боковые стенки и максимальную складку, то, о чем я вам сказала ранее, а также плохо подобрали материал себе в работу. Многие мастера пользуются, к примеру, бескислотным праймером, наносят его достаточно обильно. Бескислотный праймер в объеме может у нас привести, наоборот, к сколам и отслойкам. Поэтому каждым материалом мы должны пользоваться в меру. Я рекомендую использовать обезжириватели без ацетона в составе, потому что сильно обезжириватели, у которых есть ацетон в составе, они будут сильно пересушивать ногтевую пластину. А такие обезжирки я использую с ацетоном только в том случае, когда к нам пришел клиент с гипергидрозом. Далее, следующий пункт тоже достаточно популярный. Это старые отслойки. Вроде бы наверняка вы сейчас сидите и смотрите в телефон и говорите, в смысле? Вообще-то я понимаю, что надо убирать старые отслойки. Но могу вам сказать, что 7 из 8 учеников на курсах повышения квалификации не видят все отслойки по свободному краю. И это действительно так. Почему? Потому что у нас отслойки – это не только то, что у вас уже встало, а то, что у вас только-только планируют начать вставать, то есть отслаиваться. Особенно это видно по свободному краю, когда вы смотрите на пальчик не сверху, а непосредственно вот в такое вот положение. Вы при помощи большого пальчика можете прям поставить его под свободный край, натуральной ногтевой пластины, и посмотреть, как ведет себе материал по торцу. Потому что очень часто вот здесь, особенно на уголках, бывает такое, что база более белесая, нежели, например, где-то по центральной зоне. Воспользуйтесь обязательно макролинзой для того, чтобы более детально рассмотреть поперечную арку. А также макролинза в данном случае поможет вам увидеть архитектуру, понять, где вы недоработали, где вы недоснимали искусственное покрытие, и понять, в какой области вам необходимо, например, нанести больше базового покрытия, для того, чтобы сделать свою поперечную арку симметричной. И, конечно же, сколы на указательных и на средних пальцах, то есть на рабочих. Если у вас все остальное держится хорошо, вот только указательный постоянно страдает, это говорит о том, что на него приходится больше всего нагрузки, и у вас была более пластичная база, которая просто-напросто не произвела укрепление натуральной ногтевой пластины. Поэтому, если у вас носится все хорошо, хромает только указательный, значит, его вы можете укрепить при помощи геля, при помощи акригеля, при помощи акриловой пудры, либо при помощи, например, более жесткой базы. Следующий момент – это у нас отслойки по центральной зоне. Давайте разбираться, почему они у нас происходят. По причине удара. То есть, когда ваш клиент ударился ногтевой пластиной, в любом случае удар у нас приходится, как правило, на центральную зону, и вот эта вот сила удара потом распределяется по всей оставшейся ногтевой пластине. Вот я, например, вчера ударила указательный палец, он у меня безумно болит, но при этом я уже вижу, как у меня образовался по центру такой болт-дырь внутри. Это как раз-таки сама отслойка. Удар – это самая популярная причина. На втором месте у нас идет гипергидроз. Гипергидроз у нас может давать как одну целую отслойку, достаточно большую, так и полностью по всему, практически периметру базового покрытия, у нас внутри будут мелкие-мелкие отслойки. Поэтому, если вы видите такую ситуацию, либо такую, ваша задача еще раз внимательно обратить свое внимание на состояние ногтевой пластины, проанализировать, чем вы производите подготовку, насколько, скажем так, ваша обезжирка, что содержит в составе, да, спирт, либо спирт плюс ацетон. Не укрепили стрессовую зону, то есть неправильно построили апекс, соответственно, происходит смещение архитектур. У нас на кончике, возможно, больше материала, который просто-напросто загибается у нас вниз, и в центре наше покрытие начинает приставать. Далее, приносили покрытие, соответственно, смещение архитектуры, как раз-таки актуально для клиентов, которые любят носить искусственное покрытие по полгода. Неправильно, в принципе, мастер построил архитектуру изначально. Далее, оторванное покрытие. Когда ваш клиент, например, в предыдущий раз оторвал покрытие и на стрессовой зоне перестарался, то тоже у нас могут произойти вот такие вот отслойки. Механическая чрезмерная нагрузка, а также спиленный дорсальный слой может у вас привести к таким вот мелким-мелким отслойкам по всему периметру. Ваша задача в следующий раз, когда вернется к вам клиент, обязательно зашлифовать хорошо все эти отслойки, избавиться от них полностью. В таком случае я рекомендую сделать вам полное снятие. Когда мастера делают полное снятие, то самый травматичный способ, это, конечно же, 80%, 85% спилить в аппаратной технике и оставшиеся 15% размочить при помощи ремувера. Ремувер для снятия гель-лака. Если вы сейчас подумали, в смысле ремувер, вообще-то он агрессивный. Друзья мои, вы же оставляете достаточно тонкий слой. Пока вы замотали все 10 пальчиков, вы возвращаетесь к первому, и у вас уже все замечательно снимается. Самое главное, оставить достаточно тонкий слой. Но от всех этих отслоек ваша задача избавиться однозначно на все 100%. И лучше всего, конечно же, если вы увидели такую картину, пройти с системой IBX. Так, далее. Что касается зоны у нас боковых стенок и зоны возле кутикул, то здесь причин у нас достаточно большое количество. Во-первых, плохо зачищен петеригий, то, о чем я вам говорила ранее. Ни в коем случае не надо сейчас брать фрезу и пытаться какое-то давление на нее оказывать. Зачищать петеригий с ногтевой пластины, ваша задача такими же легкими-легкими, вот как будто бы гладящими движениями. Ни в коем случае давление на фрезу мы никогда не даем. Далее, затеки. Затеки чего у нас могут быть? Затеки IBX, если вы пользуетесь такой системой. Затеки праймера. Затеки тонкого слоя базы. Вот если вы думаете, что я вам говорю сейчас банальную вещь о том, что база не должна затекать, и вы все это прекрасно знаете, но когда я вижу, когда мастер наносит тонкую втаптывающую подложку и не перепроверяет, что он сделал, в любом случае прям тонкая-тонкая кайма у нас убегает в боковую пазуху, которая влияет у нас на носибельность искусственного покрытия. Поэтому лучше всего, когда вы наносите втаптывающий слой, рисовать своей кистью ровную линию по боковой стенке. Даже можете немного не доходить до края, для того, чтобы ваш материал по арке не растекался. Потому что в любом случае базовое покрытие – это жидкость. Жидкость, которая имеет свойство убегать. Вне зависимости от того, какой вы слой нанесли на ногтевую пластину – тонкий либо плотный. Она в любом случае будет у нас убегать. Поэтому обязательно перепроверяйте себя, прежде чем отправить руку клиента на полимеризацию. Далее. Ремовер. То, о чем я говорила ранее, обязательно, если вы воспользовались ремовером. Во-первых, его необходимо нейтрализовать. И во-вторых, конечно же, обязательно хорошо обезжирить область там, где он был у нас нанесен. Крем. Жирный слой. Наверняка у вас была хоть раз такая ситуация, когда к вам приходил клиент, и вы прям чувствовали, что у вас перчатка сползает по коже, когда вы пытаетесь оттянуть, например, синусовую зону. Вы чувствуете, что вы ставите палец, как будто бы на жирную какую-то поверхность. Обязательно проводим с клиентом беседу. Ваша задача – быть профессионалом в глазах у клиента, для того, чтобы он прислушивался абсолютно ко всем вашим рекомендациям. Вы кузнец своего счастья. Вы кузнец своего времени. Если вы не будете проводить должным образом беседы со своим клиентом о том, какими продуктами он может пользоваться дома, то, соответственно, не жалуйтесь по тому, что у вас маникюр занимает слишком много времени. Потому что если вы приучите клиенту к определенным базовым вещам, которые можно сделать дома, то, соответственно, вы реально можете сэкономить как минимум 15-20 минут времени, которое вы тратите на маникюр с покрытием, вот как раз-таки на такие банальные вещи. Поэтому проводим с клиентом обязательно-обязательно беседу. А также я рекомендую всем студиям, всем мастерам, всем кабинетам иметь обязательно жидкое антибактериальное мыло. Например, торговой марки Multides. Почему я люблю дезинфицирующее мыло? Потому что данное мыло, во-первых, убирает какую-то патогенную флору, которая находится на коже, а во-вторых, оно немножечко подсушивает. А также это мыло имеет замечательный эффект на расщепление различных жиров, которые остаются на коже вашего клиента после того, как он попользовался каким-то кремом. Потому что все ваши клиенты, как правило, когда к нам приходят? Вечером. Вечером к нам приходят все офисные, скажем так, планктоны. Потому что они во время всего дня сидят за компьютером, и у каждого офисника есть крем, который стоит возле компьютера, которым они пользуются несколько раз на день. Особенно они все любят бархатные ручки. Поэтому ваша задача продумать весь свой маникюр от а до я. И мыло дезинфицирующее в этом случае, конечно же, будет являться вашим помощником. Поэтому обязательно закупайтесь. Так, далее. Кровоостанавливающие жидкости. Мы разобрали с вами боковые перепиленные стенки. И, конечно же, наши любимые с вами пропилы. Друзья мои, ну здесь, кроме как подтянуть технику маникюра, безусловно, я вам не дам никакую волшебную пилюлю, которая поможет вам работать с перепиленными боковыми стенками. Если мы сейчас говорим с вами про базовые покрытия. В любом случае, базовые покрытия в ноль перепиленных боковых стенках будут держаться плохо. Здесь вас спасет исключительно укрепление более жесткими системами. Например, самый популярный, конечно же, для многих мастеров, сейчас есть, был и будет, акригель. Далее, перепиленная ногтевая пластина. Здесь у нас есть несколько вариаций, как мы можем увеличить срок носибельности. Я бы даже назвала, скажем так, есть три способа, как вы можете сделать покрытие, которое будет держаться три недели. Это более жесткие системы. Это, например, нанести с выпиливанием натуральных сетлопластин изнутри и укрепить миксом наших материалов. Далее, материал на точках вроста. Многие мастера, когда у вашего клиента обнаружили у своего клиента разросшиеся точки вроста, почему-то считают своей должностной обязанностью обязательно эти точки вроста все покрыть, желательно и базой, и цветом, и топом, ну чтобы уж точно наверняка. Точка вроста сама по себе – это тонкая-тонкая ногтевая пластина. Тонкая ногтевая пластина у нас какая? Она очень подвижная. Она прям крылышками вам машет и говорит, не трогай меня, пожалуйста. Вот запомните, точки вроста мы ни в коем случае не трогаем, для того, чтобы минимализировать количество отслоев в данной области. Точки вроста у вас должны быть не прокрашены. Неважно, нравится вам это или не нравится. Если вы сейчас подумали, в смысле я не нанесу базовое покрытие, там, не знаю, цветник на точку вроста, что скажет мне мой клиент? Друзья, если у вашего клиента вот такие точки вроста, то здесь, конечно же, я бы рекомендовала вам обязательно задуматься, почему они такие. Но если мы говорим о стандартных точках вроста разросшихся, они маленькие. Когда вы оттягиваете боковые валики, вам их видно. Когда ваши валики возвращаются в исходное положение, то поверьте, ни одному клиенту этого видно не будет. А если ваш клиент задал вам такой вопрос, почему, почему ты, дорогуша моя, их не прокрасила, ваша задача взять лист бумаги и по пунктам рассказать своему клиенту, что будет, если вы их все-таки прокрасите. И донести до клиента нежно, ласково, с любовью, почему вы их не должны прокрашивать и ни в коем случае не рекомендуете клиенту это делать. Далее. Старые отслойки. Обязательно убираем полностью по всему периметру. Если хромает глазомер, если у вас еще глаз не наметан, эти отслойки, макролинза обязательно у вас должна быть. Далее. Переношенное покрытие в данной области у нас тоже может быть, а также в зоне возле кутикулы. Почему возле кутикулы у нас встает материал? Потому что у нас, как я говорила ранее, происходит следующая ситуация. Наибольшее количество материала у вас переходит на свободный край. Здесь у нас стоит девочка с ведрами. Это и есть наша механическая нагрузка. И, соответственно, ноготь начинает в процессе эксплуатации. Что делать? Загибаться у нас вниз. И, соответственно, вот в данной области у вас и получается отслойка. Просто-напросто происходит обычная физика. Далее. Гладкая ногтевая пластина. Многие мастера после того, как сделают маникюр, любят воспользоваться полировщиками. Вот прям хлебом не корми, дай полировщиком поработать. Если вы их так любите, любите после этого взять баф и обработать зону ногтевой пластины. Потому что, когда вы работаете, например... У меня где-то здесь, кстати, под рукой лежал серый полировщик. Я, наверное, его убрала. Что вы делаете? Вы ставите полировщик следующим образом. Вот так. И получается, что у вас одна сторона полировщика в любом случае касается натуральной ногтевой пластины. Здесь у вас ноготь происходит отполированный. Как этого избежать? Заполировать. Далее взять баф и пройтись по ногтевой пластине. Но, опять же, у нас теряется смысл тогда полировщика. То есть, сначала мы полируем, потом бафом все махрим. Значит, ваша задача научиться работать алмазной фрезой так, чтобы у вас были виртуозные движения, вы могли с легкостью при помощи, например, фрезы пламя подшлифовать данную область. Опять смахрить немножечко ногтевую пластину. Помните, что наша задача при подготовке ногтевой пластины к покрытию, это не убрать слои ногтевой пластины, а просто-напросто все наши клеточки анихобласты немножечко приподнять. Поэтому алмазная фреза пламя вам в помощь. Я, в принципе, алмазкой подготавливаю ногтевую пластину к покрытию, бафом не пользуюсь. Бафом пользуюсь для того, чтобы очистить алмазные фрезы от забитого птериги. Далее, плохая подготовка, не обезжирили зону проксимальной складки, а также активное выделение сальных желез. Наверняка вы сейчас поймете, о чем я говорю, потому что есть тип кожи на лице, который достаточно быстро у нас выводит сальные различные железы. Есть такое понятие, как жирный тип кожи. Такие девчонки, как правило, пользуются салфеточками матирующими и, соответственно, в течение дня убирают излишки жира, которые выделяются у нас на поверхность кожи. То же самое у нас может происходить и с кожей на руках, то есть жирные боковые валики. Наверняка каждый из вас хоть раз сталкивался с такими руками. И, конечно же, такая проблема у нас может привести к отслойкам по боковым стенкам. Как бы ни казалось, это сейчас бредовые и так далее и тому подобное. У меня есть постоянная модель как раз таки с такими руками. Но мы добились хорошего срока носительности, 3 недели вообще без каких-либо проблем. Но вы не поверите в такой парадокс, как только проходит 21 день, сразу же, вот сразу же на следующий день появляется маленькая-маленькая отслойка где-то по свободному краю. Прям совсем-совсем чуть-чуть. А также при снятии, если приходит клиент ровно 21 день, ничего нет, на 22-й приходит, вот здесь появляются маленькие небольшие отслойки. Так, далее. Следующая причина у нас, конечно же, это свободный край. Здесь, кто бы что ни говорил, первая причина – это неправильно подобранная база. Пункт номер 4, он здесь находится. Если у вас материал отслаивается от свободного края, знайте, проблема 100% вас. Если вы мне хотите сказать, что ваш клиент просто активно работает на компьютере фиолетово, вы неправильно подобрали базу под такие ногти. Вы не учли все возможные нагрузки, которые приходятся на ваш свободный край, на свободный край вашего клиента. Далее. Не учли форму, но это опять же относится у нас к неправильно подобранной базе. Рабочие пальчики, ногти не укрепили. Это, соответственно, тоже у нас относится к этому пункту. Если использовали акригель или гель, то не выпилили изнутри. Наверняка многие из вас читали пост про усадку материала, там, где прописала, что после работы с жесткими системами, а именно гель и полигель и акрил, то обязательно выпилить натуральную ноктевую пластину изнутри. Почему? Потому что нокоть у нас натуральный, быстро напитывает различную влагу. То есть вы сходили в душ, влагу напитал, он у нас какой-то стал более прямой. Потом начинает высыхать и возвращаться в свою привычную поперечную арку. Соответственно, вот эти вот все колебания в процессе носки нашего искусственного покрытия, конечно же, у нас дадут отслойки. Плюс ко всему, ноктевая натуральная пластина достаточно подвижная, жесткий материал, он стойкий, он стоит на одном месте, он у вас никуда не двигается, никуда не ходит, никуда не сгибается. Соответственно, у вас не гель отслаивается от натуральной натуральной пластины, а сам нокоть, который гуляет у нас под ним. Поэтому от очага мы всегда избавляемся. Если нокоть гуляет, значит мы его выпиливаем. Дальше. Но опять же, есть, конечно же, гели, которые вы можете нанести натуральную ноктевую пластину и, в принципе, не выпиливать. Для чего я вам это говорю? Для того, что есть клиенты, которые, в смысле, в смысле ты мне будешь выпиливать свободный край. Пожалуйста, не делай этого, мне дороги мои скрученные ногти, которые уже дышат наладом. Поэтому для таких клиентов вы можете, конечно же, иметь гель, который называется СООК ОП, это пластичные гели. Далее, подвижный и свободный край не укрепили. Тоже у нас относится к неправильно подобранной базе. И перепиленная ногтевая пластина. Здесь нужно было немножечко пошаманить для того, чтобы продлить, скажем так, срок носибельности нашего искусственного покрытия, чтобы ваш клиент мог хотя бы отходить три недельки. Собственно говоря, это и есть наши основные с вами причины, которые влияют у нас на носибельность нашего искусственного покрытия. Для тех, у кого есть вопросы по подбору материала, вы можете посмотреть курс, который называется «Материаловедение». Сейчас я даю вам промокод, который называется «Карантин». Действует этот промокод ровно одни сутки. В общем, стоимость вебинара по этому промокоду составляет 1300 рублей вместо 2000. Я считаю, что очень хорошая скидка в размере 700 рублей, которую вы можете потратить на любые свои хотелочки. Или, например, на мой вебинар по работе с алмазной фрезой. Так, промокод «Карантин» заканчивается у нас с вами завтра в 21.00. Он прекращает свое существование. Так, а сейчас я могу ответить на все ваши вопросы, которые у вас, возможно, остались после просмотра данного прямого эфира, разобрать какие-то ваши проблемы. Сейчас включу комментарии. Как ни крути, все равно тема всегда у нас выходит на 45 минут. Но вот как ни крути, как ни готовься, все равно 45 минут вошлое время не занимаю. Так. Что это у меня на голове тут? Какая-то, какая-то какашка. Ура, 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 ура. Лучшее. Ну все, спасибо. Спасибочки. Я старалась для вас, потому что многие из вас, многие из вас сталкиваются с отслойками ежедневно. Я просто не понимаю, почему вы не прилагаете абсолютно никаких усилий для того, чтобы их, собственно говоря, аннулировать, чтобы в вашей жизни отслойок больше никогда никаких не было. Я действительно вам рекомендую посмотреть курс материаловедения, потому что он закроет абсолютно все-все ваши пробелы и проблемы. Почитайте комментарии под моими постами, когда я пишу что-то на тему материалов, что-то на тему, там, не знаю, использования материалов, про усадку и так далее и тому подобное. Все, кто прошли курс материаловедения, все говорят, ой, я все знаю. Круто, Ксюша, после вашего курса материаловедения у меня не остается больше абсолютно никаких вопросов. Поэтому, друзья, на карантине, мне кажется, самое время посмотреть курс, который длится 8 часов 12 минут. В этом курсе мы разбираем с вами не только базовое покрытие, но также работа полигелий и работа гелий. Ксюша, можно вопрос не по теме, у вас виниры? Да, у меня виниры. Знакомые слайды сейчас были, знакомые слайды, да, все правильно, это слайды у нас суббинара по материаловедению. Нас всегда учили, что перед коррекцией клиенту нельзя мочить руки, это бред, это бред полнейший. Я мою клиентов руки перед маникюром, после того, как я делаю маникюры и приступаю к покрытию и перед фото. То есть, друзья мои, это ни на что абсолютно не влияет, если вы сделали все правильно. Если вы сделали все паршивенько, то хоть вы руки не моете, хоть, не знаю, не дышите и так далее, и тому подобное, у вас все равно будут проблемочки. Поэтому дело не в мытье рук однозначно. Ксюша, где можно узнать про систему IBX? Я говорила в эфире о том, что на следующей неделе будет стартовать. Пока, друзья мои, я очень надеюсь на это, но тем не менее, на следующей неделе я вам анонсирую бесплатный вебинар по работе с IBX, по работе с разными системами, которые помогут вам после карантина избежать треша на ногтях ваших клиентов. Поэтому будет обязательно пост, будет обязательно анонс, так что не провороньте. Смотрите, какой я себе чехол купила, сразу с батарейкой, и это реально очень классная, вообще крутая вещь. Он пришел мне позавчера, но у меня теперь телефон держит зарядку двое суток, и это просто нереально круто. Видите, тут сразу идет вот такая вот штучка. Вставляешь телефон в чехол, и зарядка идет вначале. Чехол заряжается, и заряжается телефон, и это, собственно говоря, все круто держится два дня. У кого часто садится телефон так же, как у меня, обязательно купите. Стоимость у чехла порядка 7 тысяч рублей, но при этом ваш телефон будет всегда-всегда на связи. Маленькая рекламка, где купить, не знаю, в Яндекс.Маркете, вам в помощь, посмотрите там. Так, какая у вас модель ультразвуковой мойки? Кэдисон 4830. Спасибо за эфир, пожалуйста. Содержание курса материаловедения, где можно посмотреть. Если напишите в директ, вам пришлют. Материаловедение огонь. В курсе материаловедения есть информация, как укрепить перепиленные ногти. Конечно, есть, друзья. Мы этот курс посвящен тому, чтобы ваши ногти носились в вечность. Ну, в вечность я, конечно, немножечко утрирую, но тем не менее. Носились очень-очень хорошо, без сколов, без отслойок, чтобы ваши клиенты могли позволить себе сесть за компьютер и вот так проработать все три недели, вообще не вставая, и у него абсолютно все будет носиться идеально. Ксения, подскажите, может анихолизис быть причиной аллергии? Или после аллергии у вас образовался анихолизис? Дерматит. Если так, то да. Стараемся, учимся. Я его куплю завтра, прям мечта моя сбудется. Покупайте. Для каких ногтей тогда больше подходит пластичная база? Посмотрите вебинары и закройте эти вопросы у себя. Ко мне пришла клиентка с очень подвижными ногтями, выпилить не хочет, нужно что-то жесткое, но пластичное. С подвижными ногтями нужно жесткое, вам не надо ничего пластичного. Как найти этот курс для того, чтобы записаться на курс материаловедения, напишите в директ. Ксения, а в курс по аппаратке входит материаловедение? Нет, это совершенно два разных курса. Курс по аппаратке это курс по маникюру, по маникюру и покрытию. Курс по материаловедению непосредственно затрагивает темы именно по покрытию, по материаловедению. Что такое материаловедение? Это история нашего материала. Чтобы у вас был четкий пазл, чтобы вы были профессионалами и понимали, что из-за чего произошло, какой материал первый, из чего он состоит и так далее и тому подобное. Далее мы разбираем свои базовые покрытия, техники подбора материала под разные виды ногтевых пластин. Будь это гидроз, будь это анихашизис, перепильная ногтевая пластина слабая от природы, длинная, короткая, квадрат овал, миндаль и так далее и тому подобное. Далее мы разбираем блоки. Блок есть по акригелю. Там мы разбираем с вами еще наращивание на верхние формы. Мне кажется, кто-то из вас однозначно сегодня сорвет куш, потому что за 1300 рублей вам дадут и техники выравнивания, и технику работы с верхними формами, и технику опила полигеля, поверхностного опиля, выкладку полигеля и плюс еще постановку шаблонов под свободный край для того, чтобы вы могли смоделировать. Однозначно куш. Добрый вечер. У меня бывают отслойки возле точек в рост. Почему? Пересмотрите прямой эфир. Пошла покупать. Курс материаловедения бомба. Это вопрос или это утверждение? Если утверждение, то я с вами согласна. Если на мягкие ногти положить первый слой в мягкую базу в раму, не сделать каучук. Такой вариант приветствуется, чтобы не было отслоек. Девочки, у кого есть вопросы по подбору материала, welcome на курс материаловедения. Как вам база Унарабер? Посоветуйте однофазный гель. Однофазный гель вы можете приобрести Эми, но в любом случае однофазники я не рекомендую использовать как действительно однофазники. Что такое однофазник? Вообще, как его позиционировать? Что вы этим гелем делаете? Вначале подложку, полимеризуете, далее делаете выравнивающий конструирующий слой, полимеризуете сверху, этим гелем перекрывается тонким слоем, как топовое, скажем так, покрытие. Но однофазники я не рекомендую использовать в качестве подложки под этот же гель. В качестве подложки используйте любую другую обычную базу для гелаковой системы. Что касается однофазников, то я люблю Эми Изи и Айбиди. Сейчас скажу, где-то здесь у него тоже будет рукой. А вот он. Эми Изи Айбиди сок офф. Вот так. Можете заскринить. Вот он. Я его использую для крепления тронинцевой пластины. По цвету он прозрачный. Кто спрашивает? По цвету я уже вижу комментарий ваш. Вот он. Видите, он немножечко таким с фиолетовым отливом. Консистенция у него тоже достаточно приятная. В принципе, вот он. Видите, достаточно быстро выравнивается. То есть мастер с любым оптом работы с ним справится. Конечно, я не рекомендую никогда мастеру с маленьким оптом работы. Мастеру, который, в принципе, не понимает, что такое построение архитектуры при помощи жестких систем, покупать себе гель и желе. Они действительно сложные материалы. Точнее, не сложные. Но эти материалы требуют обязательно умения выкладки таких материалов. Поэтому однофазники самое то. Какую базу посоветуйте, чтобы маникюр держался? Я думаю, вы знаете, что вам надо делать. Доступ на курс сколько времени? 30 дней. После снятия покрытия, как правильно опиливать ногтевую пластину? Вы имеете в виду, что сверху или свободный край? Нужно сделать такое снятие, чтобы вам не приходилось вообще брать ни пилки, ни бафы в руки. Химия может быть причиной пересушивания натуральной ногтевой пластины, вследствие, конечно же, отслойки. Промокод на покупку курса материаловедения называется карантин. Что надо делать? Надо писать в директ. Уроки по материаловедению доступны будут 30 дней. Для 16-летних какую базу лучше взять, исходя из параметров, которые я вам озвучила в начале видео. Как вы относитесь к базе кода? Не очень. В курсе фрезы за 700 рублей. Что там? Там техника работы алмазной фрезой пламя по ногтевой пластине, по эпонихию, по вычищению птеригии с синусовой зоной, по обработке боковых пазов. То есть полностью проработка всего кармана. Также туда входит еще блок по раскрытию. То есть в этом вебинаре вы научитесь, сделали снятие искусственного покрытия, далее мы начинаем, приступаем к работе непосредственно самим кожным покровом. В этом вебинаре мы учимся раскрывать кутикулу разными способами и, конечно же, выбор инструмента под проксимальную складку, как правильно выбрать по диаметру, по абразиву и так далее, по оборотам мы говорим. И непосредственно разбираем саму технику работы алмазных фрез внутри проксимальной складки, в синусовых зонах, в выходе из синусовой зоны, а также по боковым пазухам, плюс ко всему шлифовка. Кто не верит в то, что можно работать одной фрезой и полностью делать майник, например, если вы работаете в комби-технике, одна фреза плюс режущий инструмент, друзья мои, я готова взорвать ваш мозг, приходите на вебинар. Получается, на рабочих ногтях клиента нужно другую базу наносить? Если у вас есть проблемы с носибельностью, то да. Что делать, если углы на квадрате подкручиваются вниз? Уйти в другую форму? Ну да, можно уйти в другую форму, либо подобрать другой материал. А если очень тонкие, гибкие ногти, влажная, тонкая кожа, прям сразу кровит? К чему вопрос? Как работать с фрезами или какое делать покрытие? В курс по аппаратке за 4 тысячи входит материаловедение? Нет, друзья мои, это курс по аппаратке, это курс по материаловедению. Что входит в материаловедение? Напишите в директ, вам скинут сайт, на котором полностью вся прописана программа. Девочки, там огромное количество блоков, и если я сейчас начну перечислять, у нас уйдет 20 минут минимум, потому что там огромнейшая программа. Мистик только на подложку. Да, я мистик эко использую только на подложку. Хочется на вас посмотреть накрашенные и со стрелками, вы их рисуете, но вообще-то я сейчас тоже как бы в принципе накрашена, у меня даже там тени есть какие-то на глазах, а стрелки я не ношу, мне не очень нравится. На себе, мне нравится на ком-то, но вот на себе почему-то не очень. Сколько дней действует промокод? Промокод сгорает завтра, завтра в 21.00. Какое завтра число? Какое число завтра? 18. Завтра, 18 число, завтра в 21.00. Промокод скажет вам аляулю. Вебинар алмазной фрезы очень полезный, спасибо, пожалуйста, вам большое. Сейчас выкиньте меня, у меня есть 5 минут. А, Ксюша, делали перманент губ, это больно? Нет, я не делала никогда перманент губ, это у меня просто всегда матовые помады. Причем матовые помады, я очень люблю белорусские, они действительно очень классные, круто держатся и при этом стоят какие-то там копейки. Что можете сказать про базу Эку? Я ее очень люблю, использую ее в качестве подложки. Эфир сохраните? Да, эфир сохраню. Уп, мои, мои любимые, без ножички. А почему вы пилите свободный край после маникюра? Для того, чтобы добиться более четкой, изящной формы. Ненавижу, когда есть на свободном крае какие-то погрешности по торцевой линии, когда есть какое-то искажение минимальной формы, когда хоть торчит какая-нибудь маленькая вот такая вот прям, вот прям микрон на свободном крае искусственного материала. Ненавижу просто, это безумно портит весь внешний вид. Пилите, друзья, на здоровье после маникюра, берите пилку и пилите свободный край. Не спиливайте, а слегка, слегка, вот как прям скрипочкой зашлифовывайте торец, для того, чтобы он был просто изящный. Маникюр это не просто умение вычистить птереки и накрасить. Маникюр это целое искусство о том, как сделать так, чтобы можно было сфотографировать и подчеркнуть абсолютно любой, вот прям любой миллиметр вашего искусственного покрытия, чтобы передать через фотографию, какая вы большая-большая молодец. Ксюша, какая у вас макролинза? Не помню сейчас. Расскажите чек-лист базы. Чек-лист базы еще и готовится. Сам чек-лист про базы будет включать в себя описание материала полностью. Я выставляла как-то в сториз, выставлю, давайте сейчас найдет сториз, выставлю, там прям листик написан, видно, что туда входит. Консистенция, кислотность, паш, кисть, насколько быстро выравнивается база, какая, есть ли пузыри у этого материала, какая липкость у этого материала. То есть подробное-подробное описание каждой базы и плюс ко всему еще и видео, вам снимут видео, как эта база формирует капельку, как быстро она, эта капелька падает в базу, обратно на флакон. Многие клиенты просят, чтобы торец был прокрашен цветом. Ну так подпилите, сделайте фото, прокрасьте цветом и плоской кистью прямо слегка-слегка, и все будет зашибись. Покажу уже снова свою помаду в сториз, покажу. Почему-то Клео Бриллинт сходит пленкой, возможно, ваш цветник без липкого слоя. Сколько будет стоить? Чек-лист про базы будет стоить в первую неделю 499 рублей. Очень крутой курс Митролейдинг. Ксюша, спасибо за такой наикрутейший курс. Пожалуйста, пожалуйста, я очень рада, что он вам помог, я очень рада, что вы закрыли все свои пробелы. Я вот девочкам дала возможность, возможность приобрести вебинар по промокоду карантин и развлечь себя в наши такие внеплановые каникулы. Ладно, друзья мои, сейчас нас выкинет из прямого эфира, я была рада всех видеть, вижу постоянные лица в прямом эфире. Всем отдельный привет, и будем с вами прощаться, ведь мне нужно подготовить пост для вас очень интересный, который выйдет в 21.00 по московскому времени, так что всем пока-пока. Промокод карантин, чтобы записаться на вебинар, нужно написать мне в директ. Всем пока-пока.